У нас сегодня будет драка или нет? Короче, сможешь мне так ждать, как утром? Адамаев с Марвином, там у них драка. Я говорю, чувак, у тебя просто от рождения такая шея, я не вижу здесь ничего особенного. Главное поверить себе. Делай это дерьмо! Не больше меня! Давай, давай, давай! Так, ребята, всем привет, как вы знаете, мы в последнее время кричаем руки, прочистим каждый день. Короче, Алексей Мокшин сегодня у нас в гостях. Привет, Леха! Здорово, здорово, пацаны! Сегодня постараемся принять какой-то опыт у Лехи, потому что, как вы знаете, он выступал уже профессионально на СИЗИК. И сейчас он очень сильно готовится, как мы можем заметить, он очень серьезно настроен по его базукам, которые больше два раза, чем я. Поэтому надеемся, что мы сейчас сегодня потренируемся. Сегодня подкачаем руки по этой программе. Давай? Потренируем руки, да. Сначала сделаем парочку, я думаю, моих упражнений, потом ребята мне что-нибудь покажем. Расскажу пару историй о своем проекте, о спортфазе, о своих планах. Может быть, там какие-то полезные советы, дай бог. Да, ребята, постараемся сейчас немножко залюбиться на тренировке. Возможно, сделаем какие-то веса, которые делает Леха. Я попробую в чем-то догнать его, сделать чуть больше, чем он. Но это не точно, я все же буду стараться. Смотрю просто на твои руки, смотри, что я с ним сделал. Ого, смотри. Ого! Смотри, какой я жесткий. Ну, это уже... Ну, тут уже родители... Родители начнут задавать вопросы. У тебя не было такой шишки, смотри, здесь. Вот. Где? На третьей. Блин, это... Это вылез пик бицепса теперь, ребят. Это кематом. Сим-Тол все-таки рвется на свободу. Сказали, куски трапеции аж торчат. Мне все говорят, что у меня трапеция. Леха, качай трапецию. Ты видишь? Видно, что качай. Что все говорят? Качай шею. Шею обязательно нужно. Есть интернет-тренер такой. Томаев. Томаев, да. Ты борьбой занимаешься? Хаша, борьбой занимаешься? А, борьбой занимаешься? Я это замечание получаю только от борцов. А Томаев, как выяснилось, вот когда вот начал сейчас раскручиваться, я вспомнил, он у меня заблокирован, по-моему, даже. Он мне писал когда-то, дружище, помоги, распиарь меня. Тогда он вообще, как бы о нем еще никто не знал. Он мне просил, чтобы я о нем сделал сюжет. Я сделал сюжет про всяких фриков. Он говорит, вот у меня шея. Я чеченец, я школьник, короче, надо про меня видео снимать. Я говорю, чувак, у тебя просто от рождения такая шея. Я не вижу здесь ничего особенного. И, короче, он меня долбил, долбил. В общем, мне это надоело. И, по-моему, я его заблокировал лишь, потому что я зашел недавно в диалог посмотреть в инстаграме. И у нас, как бы да, у нас бан типа совместно. А теперь видите, какой он суперстар. Ну, ребята, 34-ки сейчас. Давай, давай. Зарядит тебя? Да. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, на взрыве. Давай. Давай, давай. Пускай, пускай. Главное поверить тебе. Делай это дерьмо. Не больше меня. А, ну да, я вижу, что ты их каждый день делаешь. Видишь, а сокольщики тоже сильные. Внимание, загадка для подписчиков. Найдите синтол. Нарисованный веной настоящий. Татуаж. Видишь, дело в том, что я делаю три сёрки с жёстким читингом таким. Ну, не прям жёстким, но я чувствую, как речи поднимаются, понял? Алёха подходит просто вот так. Я чувствую себя таким маленьким сейчас, ничтожным. Серьёзно. Просто встаньте, понял? Сфоткаетесь и напишешь, это я, до и после. Сарма. Потому что меня в чёрных майках, да. Когда я сделал этот пост, я написал я и мой младший брат, понял? Трансформация вот эта. Все реально думали, что это мой брат. Серьёзно? Да. Говорят, и батьку похожий, понял? Близнецы реально, да? Да, да. Так, ребята, сделали три и четыре рабочие подхода на молотах с тяжёлыми сами. И теперь дальше следующее упражнение, то есть будет по очереди трицепс и бицепс чередоваться. Дальше делаем трицепс. Это будет французский жимс Митя. Смотрим. В Америку? Поехали. Ну это визу ж надо. Да, вы молодые, конечно, вообще у вас. Вас ничего вообще не держат, я на вашем месте. Да, вообще ничего не держат. Реально, там же можно и подзаработать, ты уже на месте сразу. И как бы сами себя обеспечить, и найти, и жить в каком-то хостере первое время. А я б на вашем месте вообще прям рвал. Поэтому, ребята... Ребята, скоро ждите нас в Америке, и будет очень жёсткий контент. Ребята. 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 Так делаем. Майк Хохерн. Да, вы тоже делали уже. Ну, американцы практически все так и фоткаются в Инстаграмах. Потом реальных на экспо видишь, блин, ты думаешь, блин, это точно ты? В Инстаграмной форме, реальная форма, две большие разницы. Это все так? Прям все. Ну, у американцев, да, потому что они как бы в этом плане более продвинутые. Знают, как себя лучше продать. Да. Можно будет добавить дешку, потому что... Возьмите. Да. Вот смотрите. Еще. Еще, еще, еще. Давай. Я готов. Вот так надо работать, ребят. Я пошёл вообще в жопу, блин, с этой массой. Ну, так всегда, хочешь массу, забудь о прессике. Давай, не потом и по-другому. Как вообще тебя эти дрящи? Да ладно тебе, дружище. Я в 19 лет и близко не был таких габаритов. Я в 24 года был меньше, чем они. Так что в этом плане у них преимущество. Да есть ещё возможность накачаться. Это не всё ещё потеряно. Ты накачаешься, серьёзно. Я такой человек, что я, в принципе, достигаю любви с этим. Я хочу на Олимпии выступить. Это моя мечта с детства. На Олимпии будешь? Да, в открытой категории. Иди домой, пожалуйста. Пока они разговаривают, я позирую, потому что я готовлюсь к Олимпии. Прожимайся просто. Пока они отдыхают, прожимайся. Прожимайся обязательно. Ты будешь сильнее всех. Режим зверя. Погнал. Погнём. Ещё. Ещё. Давай. 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 Десять так можешь. Давай. Давай, давай, давай. Включайся. Отлично. Не остановить, не остановить. Потом, как-то пытаемся по одному. Потом уже вот так. Это всё получилось в районе 10 повторений. Потом просто. И в конце мы делаем самое чёткое. Это 5 секунд от вставки. Хороший, длинный, рабочий подход. Кайф. А я включил режим молчуна, потому что наговорился уже на своём канале. Переходите по ссылке. Пусть свет садидов падает на парней. Парни молодцы. Я вижу их энергетику. Вижу, что они валят. И вообще и в тренировочном процессе. Вижу их инстаграм. Так что я думаю, что у них большое будущее. Спасибо. Спасибо. Так что, ребята, вот такая история. И хватит уже писать, что я принимаю стероиды. Хватит уже. Хватит уже пи***ть, что ты не принимаешь стероиды, чувак. Все знают, что ты Кимик. На этом Канаде должно быть всё максимально прозрачно. Всё, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok